Основываясь на большое количество обращений от жителей микрорайонов Каштак и Добротный депутат Госдумы Юрий Григорьев подготовил и направил депутатский запрос в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, в котором описал проблему ранней сдачи в эксплуатацию школы в Каштаке. По его словам, местные чиновники слишком поторопились объявлять об окончании работ, невзирая на незавершенность строительства. Заявители, так же как и общественность и средства массовой информации, рассказывают о том, что школы не были введены в установленный срок и строительные работы продолжаются до настоящего времени. Также в настоящее время выяснилось о том, что необходимые документы, а также акт ввода в эксплуатацию в настоящее время отозваны. Считаю, что необходимо подключиться к правоохранительным органам. Наша съемочная группа встретилась с руководителем дирекции строительства школы будущего Сергеем Баранеску, чтобы прояснить ситуацию о готовности школы. По его мнению, Юрий Григорьев имеет полное право направлять депутатский запрос, однако школа полностью готова. Сейчас только устраняются какие-то замечания и проводятся пусконаладочные работы по электрике, по лифтам и по всем остальным инженерным системам. По поручению Александра Бастрыкина в школе уже побывали сотрудники следственного комитета. Информацию подтвердил Сергей Баранеску. Вчера в школе следственный комитет приезжал, посмотрели, убедились, что школа на месте, ее никто оттуда не убрал. Так что в целом все нормально. По заявлению застройщика, школа откроет свои двери для учеников и учителей уже в сентябре 2023-го. Как и было изначально запланировано, поводов для беспокойства у жителей Читы быть не должно. Григорий Анипер, Антон Носов, РТК «Забайкалье». Продолжение следует...